Акжаикский район по-настоящему аграрный край. Там более тысячи крестьянских хозяйств. В одном из них, например, разводят лошадей и начали выводить новую породу, которая наиболее приспособлена к местным условиям. Порода степных скокунов даже получила название Акжаик. Все подробности далее. В былые времена невозможно было представить казаха без лошади, ибо наездник и животное были единым целым. Образ коня с незапамятных времен олицетворяет такие понятия, как храбрость, верность и сила. Традиции продолжают и сегодня в Акжаикском районе. Там глава крестьянского хозяйства Жамбыл уже около 40 лет разводит лошади. Впрочем, Булатат Киев пошел дальше и занялся селекцией. Скрестив жеребца мулгажарской породы, казахскую лошадь получился новый, приспособленный к нашим условиям вид. Породу назвали Акжаик. До трех лет мы лошадей не пускаем в общее стадо, кобылицы не должны обгуляться до этого времени. Только после достижения этого возраста мы это делаем. Мы не должны портить породу. Наша задача сохранить ее. Сельское хозяйство – это основа основ района. В этом секторе здесь заняты около тысячи хозяйств. 127 из них непосредственно в животноводстве. Фермеры отмечают, чтобы скот был хорошим, нужны качественные корма. Так в хозяйстве Эльбышен приступили к выращиванию многолетних трав. Уже засеяно 150 гектаров. Питательная ценность этой травы очень высокая. Мы все это делаем для заготовки хорошей кормовой базы. Выращиваем житняк и спортсет. По поводу ячменя мы думаем, ведь наша главная задача – не заготовка зерновых, а создание качественной кормовой базы. Осенью мы планируем подготовить еще 150 гектаров и посадить суданку, а также люцерну на 100 гектарах. В аграрном секторе без научной поддержки никуда. Ее активно оказывают сотрудники Уральской сельхозопытной станции. Ранее они проводили исследования по выращиванию высокоурожайных многолетних трав. Теперь методикой делятся с хозяйствами. Особенность в том, что на сейлке два отделения. С одной стороны сажают овес, а с другой – многолетние травы. Получается, одновременно мы высаживаем два вида, не смешивая их. Благодаря этому в этом году будет овес, а уже на второй год взойдут многолетние травы для корма. Затем в течение 5-6 лет будет сено. Кроме того, для продуктивной деятельности необходима новейшая техника. В этом направлении работа идет активно. В планах на следующий год увеличение посевных площадей. Главное – не лениться, а трудиться в потере царя. Тогда и результаты не заставят себя долго ждать. Алексей Кочмасов, Талкат Муратбаев, Саид Самигула, телеканал Акжаик. Продолжение следует...